Беларусь. Край непроходимых лесов и чистейших озер. В ее жителях на генетическом уровне заложено неприятие войны. Беларусы считают себя людьми мира, и это самоназвание даже стало первой строкой национального гимна. Потому кажется совсем не случайным то, что жемчужина Беларуси, Беловежская пуща, всегда реагировала на повышение враждебности в мире, словно лакмусовая бумага. Во времена войн и крупных раздоров здесь погибали целые виды животных, а через лицо девственного леса проходили просеки глубокие как шрам. Парадоксально, но под защиту закона Беловежская пуща впервые попала именно благодаря войне. В 1409 году предки белорусов, поляков и литовцев собирались на Гренвальскую битву. Почти 40 тысяч человек составили невиданную по тем временам армию. Тогда, в 15 веке, Беловежская пуща также внесла свой вклад в будущую победу. Из книги Георгия Корцова «Беловежская пуща». Всю осень и зиму Ягайло, сопровождаемым многочисленным охотничьим отрядом, убивал зверей, солил мясо, коптил его и складывал в бочки. Весной заготовленный провиант сплавили Наревкой, Западным Бугом и Вислою в Полоцк, где были устроены склады для предстоящего похода. Мясо зубров, оленей, диких кабанов позволило тысячам воинов полноценно питаться в дороге. Кожа лесных зверей пошла на сапоги, а дикие лошади стали частью кавалерии. По средневековым меркам пуща была серьезным стратегическим ресурсом государства, поэтому в том же, в 1409 году, она получила заповедный статус. Поняли, что когда трудные времена приходят, что все-таки надо сохранять большие территории, в которых большой продовольственный ресурс ходит просто так в природе, сам кормится. И не надо заботиться, не надо, как говорится, выстраивать какие-то загоны, какие-то пастбища, какие-то кормления, а всего лишь необходимо поддерживать разумный режим. Белорусская пуща – единственный равнинный лес Европы, сохранившийся до наших дней. Если в горах кое-где оставались девственные чащи, уцелевшие благодаря крутизне склонов, труднодоступности вырубок и охоты, то открытую со всех сторон пущу защищали лишь жёсткие природоохранные законы. А потому каждый серьёзный конфликт отзывался в заповедном лесу волной браконьерства. Восстание Хмельницкого или Северная война, смута Бескоролевья или разделы Речи Посполитой. Но настоящей катастрофой для Беловежской пущи стала Первая мировая война и последовавшая революция. Территория заповедника была захвачена Кайзеровской армией в 1915 году. Уже через несколько месяцев через пущу начали прокладывать железные дороги, а неподалёку от станций выросли четыре лесопильных завода. За два с лишним года немцы вывезли 4,5 миллиона кубометров леса. Это почти столько же, сколько было заготовлено в пуще за всю предыдущую историю. Естественно, для того, чтобы трелевать этот лес, вывозить этот лес, потому что местность была труднопроходимая, да и древесина была сортовая, выстраивались узкоколейки. Они буквально за пару месяцев, единицы, правда, сохранились до настоящего времени, но эти узкоколейки где-то около 400 километров. Животным приходилось ещё тяжелее, чем деревьям. К 1919-му браконьеры полностью истребили лани. В этом же году была застрелена последняя в мире вольноживущая зубрица. Время залечило эти раны на теле пущи. Мировая популяция европейских бизонов была восстановлена благодаря зверям, живущим в зоопарках. Проплешины, оставленные немецкими лесопилками, уже заросли, и о тех временах напоминают лишь карта пущанских дорог. Чтобы лишний раз не тревожить природу, их прокладывали по насыпям, оставшимся от немецких узкоколеек. Совершенно особым периодом для пущи стала Великая Отечественная война. Человеконенавистник Гитлер был также вегетарианцем и убежденным зоозащитником. Многие из нацистских бонс относились к природе с оккультным поклонением. Потому, захватив заповедный лес, словно сошедший со средневековых гравюр, они начали сюда массовое паломничество. Здесь побывали министр вооружений Шпеер, руководитель СС Гиммлер, кстати, по профессии агроном, и самый заядлый посетитель – Герман Геринг. Главный авиатор Германии, официальный преемник Гитлера, он постоянно наведывался в пущу, чтобы поохотиться и проследить за генетическими экспериментами, которые велись по его личному указанию. Нацисты мечтали возродить Тура, вымершего еще в XVI веке. Они считали, что для этого будет достаточно скрестить зубров с коровами. Решили из бойцовых пород испанских и скота-камарга путем отбраковки постепенно по той картинке выводить и выводить и отбирать таких особей. Привезли в Беловежскую пущу, в 1942 году их сюда поселили, а уже к 1944 году почти удвоились. Как ни крути, но тур и зуб – это разные биологические виды. И между ними не будет такого уверенного скрещивания породного такого или межвидового. Они не будут давать надежное потомство. Но будет интересное существо, оно будет в генетико-селекционной работе использовано. Но таким путем восстановить Тура нереально. Фашисты хотели видеть в Беловежской пуще вымерших животных, но не живых людей. В будущем, согласно плану ОСТ, они рассчитывали, что вся эта территория будет полностью лишена славянского населения. Уже первые месяцы войны нацисты уничтожили 80 близлежащих населенных пунктов. На самой границе Огненного кольца стояла Рожковка. Когда соседняя деревня, Белая, загорелась, то рожковцы, работающие на поле, не могли не заметить столб дыма. Из воспоминаний Нины Николаевны Кравчук. Там была Ольга, такая заводила, и она говорит, «Люди, смотрите, церковь горит, побежали худшие». И все побежали туда, в пылающую церковь. И кто-то успел спасти царские врата с этой церкви, богослужебные сосуды, антименс. Люди не побоялись рискнуть жизнью своей ради Бога. Побежали, взяли иконы, все, что нужно было для богослужения, и укрыли в домах своих. В сентябре 1942-го огонь должен был прийти и в саму Рожковку. За связь с партизанами деревню приговорили к уничтожению. Жителям велели выкопать общую могилу и строиться возле нее. Как вдруг в небе послышался гул авиамотора. То, что произошло дальше, стало единственным и исключительным событием Второй мировой войны. А их усих погнали под ямку. А ямка была длинная, длинная, такая выкопана, глубокая. И то, где прилетел самолет, спустился там такой, была у нас площадь, велика Мленстоя. И то, где спустился, там пришел. И говорит, что все, становитесь на колени, молитесь Богу. О, я мне показалась, а матка Боска на небе, что бы вас уводили. Майор Лютвафе, отозванный Герингом с Боснийского фронта, специально, чтобы охранять пущу от партизан, 28 сентября спокойно летел, оглядывая окрестности. Вдруг, прямо среди облаков, он увидел женщину с ребенком и услышал ее голос. «Спаси! Убивают невиновных!» После этого Эмиль Хербс заметил, что прямо под самолетом стоит большая группа людей и направился на посаду. «Прилетил и говорит, решили то, что, кого остались люди, за одного человека, за два, чтобы не гибло только народу. И он говорит мне, что Матка Боска на небе появилась, живая, освободила от смерти. И так все остались, что, как встали, бабушка моя сказала, на колено падать, то чуть его не сбили из них, того майора». После чудесного освобождения от смерти люди решили сразу же построить церковь. В Пущи находился старый домик лесника. Его разобрали по бревнышку. «Это же война была. Были полицаи, с которыми можно было договориться, чтобы кого-то выкопили. Если была какая-то там ценность, держали на выкуп. Но когда храм строили, отдавали и кольца, отдавали, и серьги отдавали. Чтобы на работы, может, на какие-то покрытия, еще на что-то, на материалы там меняли что-то». Вскоре в деревню заехал Эмиль Хербс, привезя с собой раскрашенный деревянный барельеф. Один из немецких солдат, со слов майора, вырезал образ той, которая велела спасти Рожковку. Внизу была подписана дата явления Богородицы. Изображение сразу же поместили в новом храме. «Подъехала бронированная машина. С нее вышли 4 или 5 немецких офицеров, вошли в храм. И с правой стороны им поставили стулья, но они не садились, стояли. Шло богослужение, они постояли и уехали». Удивительно, но за 70 лет, что прошли с тех пор, краски на иконе остались такими же свежими, хотя их наносил обычный немецкий солдат. Каждый год, 28 сентября, в Порошковке идет крестный ход. От церкви до того места, где когда-то находилась расстрельная яма. Большинство участников — это потомки людей, которые были спасены осенью 1942-го. Над пущей разносится звук колоколов Рожковской церкви. Он несется над извилистыми реками, над кронами многовековых сосен, и, кажется, настигает с самого неба. Как будто напоминая, что несмотря на пепел войны, который временами покрывал заповедные чащи, даже в самые темные и страшные времена здесь находилось место самоотверженности, добру и даже чуду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова